Итак, коллеги, Радда Новикова, режиссер, с которым мы в свое время, много лет назад, еще при Царе Горохе, начинали вместе наш творческий путь в замечательном фильме «Частник» и сериале «Захватчики», и которая далее сняла огромное количество хитов, и «Интерны», и «Коп», и так далее, и так далее. И сегодня она нам расскажет, чего не расскажет. Сейчас «Девушки с Макаровым». Что, что, что? Сейчас два сезона уже «Девушки с Макаровым». Да, да, да. Сериал для «Тензора». И расскажет о работе режиссера над сценарием. Давай так, как тебе, ты, если ты готова просто монологом вещать, то я выключу, оставлю тебя с аудитории и буду сидеть слушать. Если тебе проще, чтобы я был рядом и какие-то вопросы подавал, я готов в этом смысле тоже присутствовать. Ну, честно тебе скажу, честно тебе скажу, мне будет проще, если ты будешь задавать вопрос. Да. Вот, давай в форме такой, потому что мне как бы нужно понять, в какую сторону двигаться. Я пока, ну, как бы не понимаю порядок, ну, вообще, порядок интересов, вопросов. Да, да, да. Значит, смотри, аудитория в основном начинающие сценаристы, да, то есть люди, которые… Ну, есть и люди, которые уже работают, но, как правило, люди, которые только начинают свой творческий путь. И, коллеги, давайте так, вы тоже походу задавайте вопросы. Сейчас я поставлю это все себе, чтобы ваши комментарии видеть. И мы начнем. Давай так, расскажи немножко о том, как ты вообще начинала, как ты вообще пришла к профессии режиссера, и как, где ты училась, как ты начинала, как ты стала режиссером. Ага. Слушай, ну… Сейчас, секунду. Плашки выскакивают. Ну, как, ну, я просто из… У меня мама фанат кино, и с детства, как бы, я была на съемках, и, в общем, для меня это просто мир кино, это было мое детство. Вот, она работала на Центр науфильме, и сама настолько фанатела вообще от этого всего процесса искусства, что она купила 8-миллиметровую камеру, кинопроектор, монтажный стол, и я все детство как бы снимала и монтировала, в общем, она меня учила это все делать. И для меня это было, ну, вот абсолютно, типа, нормально, как там делать уроки или там какие-то вещи, в общем. Вот, и потом, ну, когда я как бы, я уже подросла, я, ну, я вообще хотела зарабатывать деньги, так как мы все дети 90-х, вот, у нас нищета была основным нашим движком в жизни, вот. И мне первое, что хотелось, какой там институт, я как бы вообще про это не думала, я хотела, чтобы у меня была хоть одна новая вещь вообще, и чтобы я могла себе духи купить, и там косметику, и, в общем, я такая, я пойду работать. Я пошла работать, в общем, достаточно там 4 года, я просто работала, зарабатывала деньги, поняла, что я офигенный вообще работник, могу взяться за любую работу, и все будет круто, и я делала карьеру и работала в агентстве недвижимости. Но меня постоянно как бы смущало, смущало то, что я как бы все время писала в стол, то есть у меня как бы вот эта творческая натура, как бы она просто была как параллельно. То есть я вроде тут как бы работаю, зарабатываю, а параллельно я такая мечтаю об искусстве, пишу стихи, пишу какие-то разработки, ну, как я сейчас понимаю, что это были какие-то идеи, сценарии, заявки, что-то такое, то есть постоянно бесконечно мне это все приходило в голову, постоянно фотографировала, постоянно там, значит, что-то разыгрывала, там, рисовала. Вот, и в какой-то момент просто моя подруга детства меня попросила ей помочь подготовить ее к выступлению во ВГИК. И я говорю, да, конечно, так как у меня мама еще и там историю кино, рассказывала очень много историй, искусств, она просто феноменальный эксперт была в этом деле. Вот, то есть я в детстве, например, она мне в 6 лет, она мне показывала репродукции художников, я должна была в 6 лет, я должна была художников разложить по, ну, картинке разложить по художникам, то есть она мне вот такие устраивала конкурсы, как сказать, кстати, если не так, господи, тренинги. Вот, и я, значит, начала как бы эту подругу готовить, в общем, с ней везде там все ей там учила, там показывала и, ну, не то, что учила, а как бы, ну, какие-то вещи там помогала, объясняла и так далее, хотя она сама как бы очень крутая тоже, она в архив в то время заканчивала. И в итоге, значит, когда уже все, надо было подавать документы во ВГИК, она мне говорит, а где твое портфолио? Я говорю, какое портфолио? Она говорит, ну как, мы же поступаем во ВГИК. Я говорю, так ты поступаешь? Говорю, я-то не поступаю. Она мне говорит, как ты не поступаешь? Ты готовый режиссер, кому поступать на режиссуру, как не тебе? И у меня просто переклинило, и я вдруг такая, а что, мне можно? То есть, понимаешь, насколько в голове вот эти вот блоки стояли, да? То есть, это как бы отдельно вот это все, а вот это вот, то есть, напуганной вот этой нищетой, как бы мне казалось, что, ну, как бы творчество, это вообще не туда, не надо этим заниматься. В общем, я вместе с ней поступала, поступила во ВГИК. И когда я туда пришла на первый курс, у меня было, я же, ну, маялась всю жизнь, получается. А кто мастер у тебя был? Владимир Кобрин. Вот, как раз сейчас его, я приехала на показ моих короткометражек в Питер, здесь организовывали в Мираж Синема. И параллельно я попала, вот вчера был последний день выставки, сделали его выставку, наконец. Вот, я как раз к нему вчера попала на выставку. Вот, и как-то, в общем, я просто, когда попала на первый курс, я поняла, что, черт побери, как бы, вот они люди-то, с которыми я говорю на одном языке. То есть, я до этого просто, я такая, ну, все такие, ой, ну, Рад такая странная, она у нас такая немножечко не в себе. Когда я в офисе работала, ну, как бы, все же видели, какая я, как я мыслю, что я там рисую постоянно, что-то там меня интересуют вообще какие-то другие вещи. Меня считали, как бы, немножечко ку-ку-ку. И когда вот я на первом курсе начала общаться с моими однокурсниками, я вдруг начала, я поняла, что я как вот дюймовочка, да, которая попала вот в конце сказки, когда она поняла, что вокруг нее вот эти эльфы ей крылышки дали, и она вместе с ними начала летать. То есть, это было примерно так. Вот. Худи офигенная у тебя. Да, это мне подарили. Прям, смотрю. Здесь у меня еще вот так. Ага, вообще мощь. Вот, а сзади у меня... Ха-ха-ха, классно. Это мне девчонки из группы подарили. Слушай, я сейчас думаю, как, блин, сформулировать следующий вопрос, потому что, как ни скажи, он все равно прозвучит обидно, но я уверен, ты меня просто знаешь тысячу лет, и уж ты уж точно меня не заподозришь в сессии. Да. А женщина режиссера будет, да? Да, 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 да. Есть ли, сталкивалась ли ты, да, начиная свою карьеру, да, сталкивалась ли ты со случаями дискриминации из-за того, что ты женщина? И вообще, проще ли мужчине, режиссеру, сделать карьеру в России, чем женщине? Ну, не в России, а вообще в мире. Ну, то есть, как бы, я вот на эту тему очень многое в Инстаграме пишу постов, как раз, то есть, как бы, вообще, в принципе, мировая культура, она мужская. Там есть специальное слово, на А. Герой. Вот, слушай, когда мы говорим герой, 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 герой. Ну, да. Ну, герой, вообще-то, это герой. Есть еще героиня, да? Это отдельная совершенно история. Ты понимаешь, здесь вопрос не в том, даже сколько героев и сколько героинь, а тот самый окрас сценарный, понимаешь? То есть, что эта героиня из себя представляет и что из себя представляет герой. То есть, до, там, 21 века в большинстве своем герои были героями, а героини были приложения к мужчине, поиск любви. Там, не знаю, несчастные, они должны были быть ровно из-за того, что у них нет семьи, любви и детей. И все это отражалось во всех практически сценариях. То есть, если вот проанализировать, как бы, все какие-то странные героини, какие-нибудь нестандартные, сумасшедшие, плохо закончившие, они были как раз какими-то личностями. То есть, если вспоминать героинь, это всегда немножечко, то есть, не немножечко, а в большинстве своем, это какой-то сексизм абсолютный. И, конечно же, вот сейчас, там, в 21 веке уже, даже не в 20. В 20 веке все равно, то есть, вот эта вся, как бы, женская попытка стать личностью и не ориентироваться только на поиск мужчины и семьи, и счастья женщины в браке и в детях, вот, все это, как бы, очень сильно порицалось. И, как бы, считалось, что это вообще не женское дело, и вообще женщину может интересовать только любовь и все, и как бы, и все. И ради любви она готова на поступки. Вот, и, конечно, интересно смотреть на сильных женщин, которых огромное количество в мире, которые вообще, как бы, ну, то есть, скажу, сакраментально. Весь женщина тоже человек, поэтому ее интересует профессия, интересует реализация, ее интересует путешествие, ее интересует искусство, помощь людям, благотворительность, то есть, очень, ну, как бы, созидающие вещи и так далее. Но это вообще практически нигде никак не отражалось, потому что, в основном, если героиня, она должна... А, еще и жуткий сексизм в описании героини присутствовал, естественно, в ее внешнем облике. Если это героиня, это такая должна быть сексуальная красотка, молодая, стройная, с сиськами, извините, все при ней. Вот, она должна вызывать желания публики, а также продюсеров и режиссера. Вот, и, значит, вот такая героиня, в принципе, имеет место быть. Любая другая, как бы, интерпретация героини, она, как бы, такая, отклонение от формы. Вот, но это так, это мы сейчас будем углубляться, это бесконечно огромный, колоссальный, реально колоссальный разговор, потому что я эту тему, как ты понимаешь, очень глубоко изучала. И, например, как только начался вот эта вот феминистская повестка, началась там несколько лет назад в России, потому что до этого вообще, как бы, это было все глухо, сейчас я очень рада, потому что очень много молодых девушек, они уже начинают как-то прозревать вообще, да, то есть у них перестает быть пунктом назначения, это брак, семья, муж и ребенок, да, они как-то начинают задумываться, что вообще-то есть я, есть какие-то мои желания, стремления, моя личность, и не всегда я там хочется вот именно идти только по одной дорожке, не оставляя себе выбора. Вот, это не отрицает того, что они могут иметь семью, хотеть тоже семью, детей и так далее, но просто невозможно направлять людей только в одном направлении, и в этом как бы беда, в принципе, общества, то есть общество как бы за то, чтобы женщина шла только в одном направлении, ей не остается выбора и даже до сих пор. Вот, поэтому я как бы вот, опять же, если возвращаться в кино, начались вот эти все бесконечные попытки, значит, сделать женскими героев предыдущих каких-то кинолент, слушай, ну... Можно я договорю? Давай, давай. Просто был очень яркий пример, когда я все поняла, то есть вот есть, например, ремейк «Охотники за привидениями», где вот эти охотницы, и есть «Восемь подруг Оушена». И вот для меня как бы вот эти вот «Охотницы за привидениями» это что-то чудовищное, то есть это абсолютно невозможно смотреть, там нет ни одного сильного персонажа мужчины, там практически вообще нет мужчин. Там четыре женщины, которые показываются... Короче, ощущение, что когда шел кастинг, когда режиссер с ними работал, он их вообще не любил, поэтому он их вообще не подал так, чтобы зрители в них влюбились. Ну, полюбили даже там, несмотря на какой-нибудь внешний вид, там, не знаю, на поведение, на то, что они похожи действительно на реальных женщин. Но это настолько неинтересно смотреть, это такое унылое зрелище, настолько это просто мелко, что не понимаешь, зачем вообще это существует. И одновременно с этим появляется «Восемь подруг Оушена», где и вроде женская тема берется, да, «Деньги и бриллианты». И берутся восемь разных типажей женщин, но они поданы так вкусно, так красиво, так стильно, так это все драйвово сделано. Я, наверное, раз пять смотрела этот фильм, я просто от него кайфую. Я понимаю, что, блин, это круто. Причем там сильные женщины, там сильные характеры, там нет никаких сюсикусик, там нет никаких, там типа никто не ориентирован на любовь, брак, семью и так далее. Есть вот этот драйв, что типа мы сейчас сделаем всех и поимеем огромное количество денег. Это классно смотрится, каждая специалистка в своем деле, и они раскрываются как специалистки. При этом обладая каждая своей энергетикой и своей харизмой. И это безумно интересно смотреть. В общем, мне этот фильм безумно зашел, и он очень классный, классно сделан, смонтирован, в общем, классно и подобрана актрисой. Вот это абсолютно две. То есть вроде как тут женщина и тут женщина. И там тоже какие-то восемь подруг, а там тоже каких-то мужчин вообще практически нету. Там один какой-то вялый мужичонка, который совершенно странно очень показан. Но все равно этот фильм смотрится гораздо лучше. Да, говори, простим. Ну вот у нас сейчас просто с утра как раз выступал Юра Клавдиев, драматург. Как раз-таки человек, которого в свою очередь в феминизме заподозрить крайне затрудительно. И он приводил очень хороший пример, на мой взгляд. Пример героини Сигурдни Уивер в «Чужом». Сильный женский персонаж, да, то есть вот на мой взгляд, и у меня просто реально озарение произошло, что вот и это и есть то феминистское кино, какое оно должно быть. Да. Да, то есть сильная героиня, да, она выключена из... То есть ей не надо доказывать то, что она там не должна быть домохозяйкой, там еще что-то, да. То есть она вообще выключена из этого контекста. Да, да, да. И там фактически нет никакого сексуального подтекста в этом всем, да. То есть его при желании там можно, конечно, найти при определенном усилии, да. Но в целом там он дальше где-то там в следующих фильмах появляется. Вот. При этом есть, например, «Хищные птицы», да. То есть кино, которое вот прям как... Манифест. Позиционируется, как манифест. Ну то же самое. Вот, кстати, если уж на то пошло, да, кино про геев, да, то есть может быть фильм, там, не знаю, «За канделябрами», да, фильм, снятый геями про геев. Или пьеса... Господи, как же... Про... «Ангелы в Америке». Да, то же самое. Гениально, круто. Имеешь ты к этому или нет, да, вообще какие бы то ни было отношения. Ты сидишь, смотришь, рыдаешь до слез, да. То есть тебя это проникает. Или когда это делают люди с холодным носом в этом, в последнем Дамблдоре, да. И ты понимаешь, что люди такие, так, нам из обкома прислали разнарядку снять кино про феминисток, про геев, еще про кого-то, еще про кого-то. Ну, вот, можно я скажу, вот, опять же, про вот эту БЛМ-тематику, например, то, что сейчас происходит там в Голливуде и в Нетфликсе. Какой-то каргакульт какой-то. Вот, то, что очень далеко от нас, потому что наши люди... Буду, что на такси не ездят. Наши люди стран... Ну, то есть у нас очень мало афроамериканцев. Это вообще не наш менталитет. Ну, то есть они как бы есть, да, но это вообще не так. То есть когда ты попадаешь там в Америку, там белых меньше, чем черных. Поэтому это очень актуально там. И поэтому эта повестка, она очень актуальна в Америке, в Европе, где куча мигрантов, да. И понятно, почему они делают русалочку черной. Ну, мне понятна логика. Потому что черные девочки хотят увидеть, хотя бы в сказке, что они тоже могут быть принцессами, почему нет. Я как бы не против таких вариаций. Но не чтобы как бы оставались только белые или только черные. То есть это должна быть вариативность, на мой взгляд. И русалочка, ну, как бы это же сказка. Ну, то есть там может быть такой вариант. Но когда люди снимают сериал про графа Ростова и делают графа Ростова черным, я категорически не понимаю, как это может быть. Это противоречит вообще всяческой истории, вообще логике истории вообще. Ну, то есть как это? Когда черный граф Ростов, там, при дворе Екатерины или кого-то, там, черные стоят люди. Это что такое вообще? Ну, это же бред. Почему не снять, классно показать, как бы, историю именно афроамериканцев на, как бы, на их истории. У них огромная история же. И колонии, и 50-е, и 60-е, и война, юга и север. Юга и север, да? Почему про это не снять? Если уж на то пошло, ребята, если вы делаете инклюзивность, да, почему графа Ростова не снимает, ну, в роли графа Ростова не выступает русский актер, а этот фильм не снимает русский режиссер? Ну, как бы, если мы идем, если мы играем в толерантность, да, если мы играем, ну, если на то пошло, ребята, это культурная аппроприация. Конечно. Лев Толстой – это наше культурное наследие. Должен играть русский, должны играть русские актеры, должны снимать русские режиссеры. Все, тема закрыта. Кейс Клоуст. Следующие. Хорошо, мы, я понимаю, что я тебя, может быть, немножко куда-то в ту самую. Нет, мне, во-первых, очень интересно, мне, наконец, есть куда это рассказать. Да, 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 да. Да, просто я как бы к тому, что мне кажется, что, ну, как и везде, начинаются какие-то просто трэш-перегибы на местах, то есть люди просто уходят в это все, то есть бездумно, действительно, вот спустили повестку, нам надо ее выполнять. То есть то же самое с феминизмом, который, как бы, как ты понимаешь, я феминистка, как бы, и я за женщин, ну, как бы, я за женщин априори, потому что я сама прошла огромное количество чудовищных ситуаций в жизни, да, я очень сочувствую, сопереживаю с женщинами. Я понимаю, что мужчины не очень адекватно воспринимают феминизм, ровно потому, что их это не касается, потому что ни одна женская проблема никогда в жизни не касалась мужчины. Когда ему говоришь, у женщин вот такие проблемы, они говорят, а где они? Ну, конечно, вы их не видите, потому что вы никогда в жизни с этими сталкивались. Ну, потому что вы не пробовали в машине дотянуться до педали газа. Ну, это вообще такая мелочь, понимаешь, а есть моменты, когда там, понимаешь, сейчас с появлением, как бы, соцсетей, да, с появлением очень, как бы, масштабного, как бы, распространения в соцсетях, как бы, общения в соцсетях, и можно увидеть все на каждом краю света, понимаешь, и люди начали видеть, что происходит у всех. И женщины начали видеть, что, оказывается, они не одни, что, оказывается, у каждой женщины была история с изнасилованием, с какими-то трэш-ситуациями, с нападениями в лифте, с, там, нападениями в такси, да, то есть вот какие-то моменты, которые объединяют абсолютно всех женщин. То есть, там, с 10 лет тебе говорят, никогда не ходи одна, держи ключи в руке, чтобы, если что, врезать, там, баллончик перцовый носи с собой, там, в такси не садись, номер фотографируй, звони и говори, как будто сейчас тебя встретят. То есть это, это, это идет через всю жизнь. Ну, я сейчас вот номинально просто рассказываю, даже какой-то один вот такой момент. То есть не выходи вечером, мини-юбку не носи, сиськи не оголяй, ну, в смысле, там, декольте. Если ты, и это постоянные, вот, как бы, ты все время должен находиться в состоянии, как бы, немножечко обороны и опасность-опасность. Это огромное количество женщин объединяет. И сейчас это просто вдруг стало известно, и женщины такие, ничего себе, это я не одна так живу, что ли. Оказывается, это, как бы, массовое явление. Вот, поэтому это сейчас обретает огромный масштаб. Вот, естественно, как бы, есть перегибы, то есть есть радикальные феминистки, которые прям вообще против мужчин бывают. И я, ну, это не разделяю, потому что я лишь за то, чтобы женщины, женщинам было так же комфортно в мире, как мужчинам, и чтобы женщины имели такие же возможности, чтобы им не говорили, зачем тебе режиссура, ты вот сейчас замуж видишь, родишь, и ты, ну, нифига тебе это все. Ты сейчас поиграешься в это, и с первого курса уйдешь. Нет, не уйду. Мне это... Слушай, Рада, можно я тебе прямой вопрос задам? Женщины-режиссеры получают столько же, сколько мужчины-режиссеры? Ну, вот я это выяснила 4 года назад. У нас был чат, ну, он и сейчас есть, но я просто там уже меньше торчу. У нас был чат-режиссеры, вот, и там было, наверное, 10 мужчин-режиссеров, и я одна женщина. Потом туда присоединили еще парочку девушек, вот, но они были очень тихие, я была, как всегда, самая активная. Вот, и там один режиссер, он как бы попросил, говорит, слушайте, говорит, вот ходят вот эти слухи, что вы получаете меньше, чем мы, значит, вот давайте раскроем карты, сколько вы получаете. Я говорю, а давайте вы сначала раскройте. Вот, и он, значит, написал сумму. И я просто офигела, потому что это реально, ну, то есть сейчас образно там, там, 10 рублей и 6 рублей. То есть мужчины получают 10 рублей, мы получаем, ну, есть там другие девушки тоже подтянулись, написали, но там еще меньше, потому что просто еще уровень, ну, как бы, имя режиссера тоже разное, поэтому, естественно, как бы там, то есть из тех девушек я была, как бы, самая, ну, туда, в топ. Вот, поэтому я получала, больше, чем они, но меньше, чем мужчины, которые сняли гораздо меньше, чем я, гораздо, там, не знаю, пять лет работают, сняли короткометражку, сняли один сериал, и они почему-то получали больше, чем я. Я просто, ничего себе, и они сами офигели, они этого не знали, они думали, что мы столько же получаем. Вот. Как тебе кажется, те темы, которые вот тебя волнуют, они находят отражение в том, что, в том кино, в тех сериалах, которые сейчас снимаются? Глобально вообще, которые снимаются? Наших. Вот то, что ты снимаешь, например. Я снимаю, нет. Хотя, я вспоминаю Анну Каренину вашу. Нет, Каренина, Каренина это другое, как бы, это же, ну, это же не сериал. Для души, для души. Это не коммерческий, как бы, не коммерческий фильм, поэтому, здесь вообще другая история. То, что я снимаю, конечно же, нет, потому что я работаю на ТНТ, ТНТ, это самый сексистский канал, который вообще есть. Вот. Там, в принципе, в сценарии такого даже не может быть, чтобы вот такие темы как-то по-другому раскрывать, нежели, то есть там, например, если феминистка, то это комедийный персонаж. Если женщина вся такая самостоятельная, то она странная. Вот. И, ну, то есть там определенная политика своя, поэтому там все очень понятно. Вот. Но тут другие сериалы, которые, ну, я просто, у меня нет телека, я ничего не смотрю из нашего продукта. Я смотрю только целенаправленно, когда мне говорят, слушай, вот вышел офигенный, вот посмотри. Я тогда посмотрю. Но я как бы была на фестивале пилотов в прошлом году, по-моему. По-моему, в прошлом году. Вот. И там просто была настолько поражающая разница, потому что это был международный фестиваль пилотов, и там шли пилоты из разных-разных-разных-разных стран. И ты сидишь, и ты просто офигеваешь, потому что там вообще разные темы, абсолютно разные темы. то есть там какие-то... Они и смешные, и разные жанры, там и смешные, и такие-таки. То есть ты смотришь, ты как бы каждый пилот, он интересный, ну, это зависит уже, конечно, от мастерства того, кто это делал, но в целом разные темы, разные вообще лица, разные актеры, разный формат. Ну, то есть, например, там французский фильм, где женщина где-то 35 лет, она хозяйка такого вот вагончика кейтеринга, она какие-то сосиски продает, или какую-то шаурму, и с ней работает старый афроамериканец, и к ней приходят покупать эти сосиски, ну, прям такой скетч-ком. И там очень классные диалоги, ну, понятно, там нечего снимать, там они готовят и разговаривают, и приходят какие-то люди к ней. Все построено на том, что она как бы такая харизматичная, циничная, 35-летняя, отношения она не хочет. Саша, ты не представляешь себе, как она выглядит? У нас в жизни вы про такую женщину ничего бы не сняли, у нас бы сказали, это что вообще, это какой-то социальный деградант. Подберите актеров покрасивее. Да, ну, то есть она выглядит как нормальная 35-летняя женщина, которая забила вообще на косметику, ей пофигу, потому что ее и так воспринимают нормально. И в этом какая-то жуткая, колоссальная разница в менталитете. И к ней приходят мужчины, они к ней клеят с разного возраста, ей приносят подарки, цветы. А она как бы, и там вот такой диалогный классный сериал. Я прям была поражена этим. Потом там, например, был очень классный сериал, пилоты, все пилоты, очень классная идея, где как бы голодные игры на телеке, но снято офигенно, с очень черным юмором, когда особенно это делают дети, то есть там от 6 лет дети до где-то 10, там 12 лет дети. Это так страшно, смешно, ну черный юмор. Очень динамично, тоже французский был пилот. Вот. Очень круто сделано, и прям ты просто с первых кадров ты как бы начинаешь сопереживать уже, и ты понимаешь, блин, а его там закапывают в землю, там они говорят, закапывай его там, лопатой его бей, то есть там просто такой трэш, и ты понимаешь, что как бы ты начинаешь сопереживать этим детям, а ведущие этого шоу тоже дети, там 10 лет, девочка гламурная, просто вот такая чика, и она вообще безжалостная. Это так страшно, это так многозначно, это так круто смотрится, и потом еще вот так вот там какие-то американские какой-то пилот, где тоже абсолютно простые люди, вот ну как бы живые люди, они сидят около бассейна, выслеживают там какого-то чувака, который им в бассейн гадит, и они потом выясняют, что оказывается они все друг между другом перепутались, все друг с другом спали, в общем, они начинают это все выяснять, в общем, там целая драмеди, ну, опять же, первая серия, непонятно, что там дальше будет, но это интересно смотреть, это смешно тоже, и какие там лица, то есть это совершенно другие лица, это обычные люди, ну, конечно, это актеры, но это живые актеры, не живая мимика, живые эмоции, они играют очень бытово, они играют, ну, как бы, понимаешь, да, жизненно, потом начинаются первые кадры, идет на вот таких каблуках, вот с такими, вот с такой укладкой, ресницы, губы, я смотрю, у меня как бы, вот после этого всего, потому что, ну, ты подряд это смотришь, ты не знаешь, какой сериал сейчас начнется, и у меня прям такое, это был наш пилот, и тема пилота была, вся вокруг поиска мужа, любви, добиться, вот муж не хочет со мной сексом заниматься, что мне сделать, вот пойти на такие курсы, на такие курсы, вот такое белье купить, вот такое белье купить, и просто ты смотришь, и у тебя просто, как же это сказать, там, апатия наступает, ну, потому что ты понимаешь, что, господи, причем там, ну, снято красиво, гламурно, монтаж классный, но тема, как они все выглядят, все в макияже, все в укладке, все на каблуках, вот так вот декольте, то есть, ну, как бы, это просто какие-то двухтысячные вернулись, вот, и, конечно, это все сложно воспринимать, тем более женщинам, которым уже досталось, что их воспринимают как сексуальные объекты, и, ну, как бы, и демонстрируют их как сексуальные объекты, вот, задавай мне дальше вопрос. Так, ребят, давайте я вот хочу, просто накидали уже вопросов в этих самых, в чат, я хочу ваши вопросы почитать, так, Дарья спрашивает, у Александра есть список фильмов в букваре сценариста, скажите, а вы делали свой список для формирования насмотренных, насмотренности? нет? Чьей насмотренность? Своей, своей. Но, нет, меня спрашивают, я что-нибудь рекомендую. Так, Рада, какие личные качества обязательно должны быть у женщины-режиссера? Какие ваши профессиональные навыки помогают вам в жизни, если такие есть? Ну, это два вопроса. Да. Это разные вопросы. Ну, давай, сначала на первый, потом на второй. так как уже 20 лет я этим всем занимаюсь, вот, я думаю, что у режиссера, в принципе, должны быть определенные навыки, женщины-то или мужчины, абсолютно неважно. Просто был момент, когда я пыталась найти ответы на вопросы, то есть меня мучили моменты, что я как бы не могу, как будто бы я сквозь, ну, об стену стучусь и ничего не, ну, как бы не могу туда пройти. И это не тот самый, не тот стеклянный потолок, о котором говорят, а это такой стеклянный, стеклянный, стеклянная стена. То есть ты как бы бьешься и ты понимаешь, блин, что происходит, почему как бы вот только что вот человек это делал, у него все получилось, я это делаю, у меня не получается. Вот. И могу потом конкретно объяснить, что я имею в виду. И я начала... Объясни сейчас. Ну, я имею в виду, что, например, предложения, которые приносят, мы приносим вместе, например, с там, либо, например, мужчина-режиссер, либо креативный продюсер, мы с ним это обсудили, то есть там даже были моменты, когда мы там обсуждали что-то, человек приходит, выдает эту идею за свою. Когда я говорю эту идею, она не воспринимается. Когда он говорит эту идею, все такие, о, классно, слушай, здорово ты придумал. Когда начинается обсуждение, там, ну, это давно было, сейчас уже такого нет. Когда начинается обсуждение, там, на общее собрание, там, продюсеров, креативных и так далее, там, разговариваешь, тебя практически не слышат. Мне приходилось останавливаться, замолкать, повышать голос, то есть какие-то моменты, мне приходилось просто, ну, как бы нарочито себя позиционировать, чтобы обратить на себя больше внимания, чтобы сделать себя значимым. Мне приходилось, то есть, если мужчина пришел, априори он специалист. Пришла женщина, ей нужно доказать, что она специалист, а потом уже все остальное. То есть, ей нужно сначала вообще доказать, что она способна вообще мыслить, что-то там действовать, быть специалистом, понимаешь? И вот это вот все постоянно через какие-то тернии, плюс к тебе все время относятся с таким вот снисхождением, тебе все время вот это вот все, что, ну, как бы, когда я еще там в самом-самом начале, там, а зачем тебе режиссура вот эта? Ну, ты же девочка, да зачем? Ну, это были 90-е, понятно, там, 2000-е, тогда вообще все было гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас я смотрю, много появляется женщин-режиссеров, тогда не было такое количество женщин-режиссеров, это был нонсенс. Девочка-режиссер, это что вообще такое? Девочка-режиссер, девочка-оператор, то есть это вот так вот смотрели на это все, вот. Там, понимаешь, приходишь там в группу, там оператор какой-нибудь, сексист, брутал, и ты должен, а ты, я должна им руководить, и ты не можешь, я не могла, например, с какими-то операторами, у которых был барьер, я не могла с ними нормально общаться, то есть я ему ставлю задачу, я ему что-то говорю, а он вот так вот на меня смотрит, и как бы снисходительно снисходит, чтобы делать то, что я прошу, или начинает отпускать какие-то полкости, или начинает мне говорить, это так не делается, ну то есть это постоянное обесценивание, постоянное какое-то вот принижение, какое-то вот типа, да, я, конечно, под тобой, ну в смысле, что как бы, ну то есть там ты руководишь, ну еще я руковожу как бы, ой, ну я просто вообще, конечно, я это сделаю, но это не получится, так как ты вообще, ну это вообще не то, что нужно делать, то есть это постоянно вот такие вот какие-то пертрубации колоссальные были, которые все время приходилось преодолевать, и я как бы начала, ну то есть мне было очень сложно с самой собой, опять же есть такой момент, что, ну как бы женщина, она женщина, а режиссер считается мужская профессия, и когда я начинаю общаться с продюсерами, с операторами, с группой, ты должен проявлять определенные качества, руководитель, твердость, там какие-то мужская энергия, и в какой-то момент я понимаю, что меня продюсеры начинают называть наш мужик, или там, ну ты свой парень, ты свой пацан, или там, ну ты же мужик, какая-то девушка, там типа, я такая, боже мой, все, меня не справляют как женщину, и в общем, у меня был период, когда я очень сильно из-за этого переживала, и потом я как бы ходила к психологу, которая мне сказала рада, а зачем вам нужно, чтобы вас продюсеры воспринимали как женщину, вы понимаете, что вы работаете абсолютно на другой энергии, вы работаете на энергии денег, на энергии власти, на энергии как бы мужской, ну априори она считается, мужской, ну янская энергия, ну да, 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 вот, и вам говорят, совершенно не нужно, чтобы вас воспринимали как женщину, и тут на меня дошло, почему они меня называют свой парень, свой мужик, и типа, жмут мне руки, и типа, бро, 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 братан, вот, потому что они меня воспринимают как равную, соответственно, мне можно доверить деньги, мне можно доверить проект, да, то есть, если бы я была женщиной, они меня позвали бы, там, не знаю, сняли бы номер, позвали бы на ужин, и дальше там, все бы закончилось, там, сексом или еще чем-то, да, как бы, а тут получается, что у них как бы, нет, что, это, ну, нормальный пацан наш, все хорошо, работаем, и как бы, это очень классно, то есть, когда я это осознала, как бы, я успокоилась, такая, окей, тут я, значит, свой пацан, а тут я как бы женщина, когда я это разделила, мне прям вообще классно стало, вот, и я начала читать книжки по вот именно позиционированию себя, как бы, в бизнесе, там, в социуме и так далее, ну, вот именно в бизнесе, потому что вот именно меня волновали вот эти моменты переговоров, когда ты должен отстаивать, когда ты должен, как сказать, убедить человека в своей правоте и так далее, потому что, когда женщина говорит, ее все время подвергают сомнению слова, все время, я как бы начала читать книжки, и я не могу найти эти ответы, потому что там, как бы, суть уже переговоров, как бы, ну, то есть, ну, в общем, определенная там тематика была, и я такая понимаю, что все авторы это мужчины, я думаю, дай-ка я почитаю, потому что там вообще не одна моя проблема, не описана, я, значит, взяла авторов женщин, скупила несколько книг, начала читать, и на первой же странице там одной из авторов, авторов, значит, она пишет, что, типа, женщина изначально должна вообще доказать, то есть, чтобы дойти до обсуждения сути идеи, она должна сначала пройти огромный путь и доказать, что она вообще способна мыслить и способна быть специалистом, и, например, отбрасывать вот это ожидание общества, что она будет мягкая, добрая, улыбчивая, терпеливая, податливая и удобная, а идти вот так вот своим путем, и вот это все надо преодолевать на каждом этапе, вот, потому что, ой, что ты такая злая, ой, какая ты резкая, ой, какая ты жесткая, это как бы как негатив, говорится, то есть, когда мужчина жесткий, резкий, там, и такой, как бы, straight, то ему говорят, о, классный мужик, когда женщина начинает так сесть, я говорю, ну, какая-то сука стерва, вообще капец, что ты такая резкая, ты давай будь добрее, ты давай лучше с улыбкой мне это говори, тогда, может быть, я захочу это сделать, это вот так вот все время происходило. Слушай, правильно ли я понимаю, что тогда в этом случае, да, самое главное, не контент, не тема переговоров, не то, что ты говоришь, да, а то, что ты приходишь, и ты должна, условно говоря, расстегнуть ширинку, вытащить свою метафизическую лингам, да, и об стол им шарахнуть, и после этого все понимают, а, ну, окей, все. Сначала, сначала ты должен прийти и издать звериный рык, понимаешь, а потом такой, все, вы меня услышали, все, мы на равных продолжаем, то есть, и мне, ну, как бы я все время это, ну, как бы периодически я это использовала, сейчас я уже это не использую, потому что я уже себе наработала имя, уже авторитет, уже меня знают, уже ко мне давно все прислушиваются, уже мне не нужно это все изображать, я просто прихожу и спокойно могу все обсуждать. Иногда мне приходится, когда там новые люди, какие-то не очень компетентные, вот, я вплоть до того, что там я режиссер, я здесь буду делать то, что я сказала, все будут делать то, что я сказала, да, полное последнее слово, будем делать, как я сказал, то есть я это могу сказать, как бы немножечко превысить допустимую для меня норму, потому что, в принципе, я не люблю так делать, я люблю все делать по любви, я люблю все делать, чтобы всем было хорошо и комфортно, чтобы была очень творческая, спокойная, дружеская обстановка в группе, и, ну, прийти, опять же, к этому достаточно сложно, потому что ты мечешься внутри, как бы у тебя внутренний конфликт, тебе говорят, а что ты должна наорать сейчас на группу, ты сейчас должна наорать на актеров, и ты понимаешь, а зачем я буду орать, как бы лучше я сейчас объясню, там, то есть я не хочу в такой обстановке работать, и очень многие, как бы, продюсеры, они воспринимают, что режиссер, он должен вот стукнуть там, наорать, стукнуть и так далее, вот, ой, сейчас секунду, не жду, сейчас секунду, так, сейчас я посмотрю еще комментарии, ребят, сейчас ваши комментарии, все вопросы прочитаю, да, 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 я задержалась, скажите, как эту проблему решить? так, про странички в соцсетях, я добавлю потом, в описании видео, я добавлю ссылку, на соцсети, что, сейчас я постараюсь, у меня просто внезапный зум по работе случился, я вообще забыла про это, спасибо, я понимаю, тебя там на площадке ждут? да нет, ты представляешь, я забыла, что мне нужно выезжать из номера сейчас, прямо сейчас, еще 15 минут не можешь посидеть? давай, давай, 15 минут, доведем еще ответы на вопросы, да, подожди, я еще хотела сказать, по поводу того, что я, как бы, сейчас уже пришла к тому, что режиссер, ну, как бы, люди вообще, почему-то думают, что сила, она в крике, она в прессинге, она в хамстве, вот это все, совершенно не в этом, то есть орет и прессует, очень слабые люди, сильные люди, они так строят свою работу, что достаточно одного взгляда, чтобы люди поняли, пипец, вот надо делать, что он сейчас сказал, и сейчас, сейчас, как бы, то есть у меня уже, я давно, там уже лет, там, сколько, 7, работаю с определенными людьми, с определенной группой, и, ну, как бы, все делается, все работается, все по любви, все как бы, ну, понятно, что есть моменты, когда я, как бы, немножечко подкручиваю мозг, или там, я осталась требовательной, я осталась, то есть, это должно быть вот так, я не соглашаюсь на какие-то компромиссы, или наоборот, когда можно согласиться, соглашаюсь, то есть, это всегда какое-то разруливание, это всегда какое-то очень, такое спокойная стратегия и тактика, то есть, вот, я считаю, что вот в этом, как бы, существует режиссура, потому что, крики эмоций, вот это все, и когда там, о боже, мы так творим на площадке, мы не знаем, что наснимали, ну, короче, нам всем было хорошо, или наоборот, все орут, и как бы, друг друга ненавидят, но, короче, так и должна происходить работа, потому что, иначе никто не работает, нет, это все бред такой просто, что... Слушай, но ведь это же еще в долгую работа, да, то есть, есть такое представление, да, что пришли и сняли, да, за два часа, и уехали, мы же были у тебя на съемках в Минске, когда захватчиков снимали, во-первых, это было, я не помню, по-моему, то ли 93, то ли 96 сцен, смен, да, то есть, это там, типа, три, вы уехали, и три месяца там снимали каждый день без единого выходного, да, и каждый день, это там, типа, с 6 утра, да, до ночи, пока там все это самое, да, то есть, это очень сложная работа, в которой тебе приходится, кучу всего держать в голове, да, то есть, куча людей, у нас там, я помню, как раз сцена, которая снималась, это, помнишь, танцы эмо, когда со всего Минска собрали эмо, и они там дискотеку эту устраивали, да, и, ну, это, мне кажется, что это прям реально очень сложно это все удерживать, и довольно долгое время, да, то есть, поэтому я и говорю, что режиссер должен быть абсолютно спокоен, в хорошем смысле, разумно спокоен, он должен быть, как вот Сократ, нет, Сократ, Соломон, 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 да, то есть, это мудрость, это, как бы взгляд сверху на все, потому что к тебе приходят кучи идей, кучи проблем, кучи вопросов, и ты должен, вот как отделить зерна от плевел, то есть, ты должен сказать, да, это нужно, это не нужно, или, например, о, вот это работает на идею, это не работает, или, типа, ребят, мы не будем снимать лишние кадры, во-первых, ну, как бы они не нужны, во-вторых, даже про запас, как бы на всякий случай иногда снимается, типа, вдруг пригодится, но не пригодится, я знаю, что это в монтаж не пойдет, не надо, то есть, какие-то моменты, просто ты, как бы спокойно, вот смотришь на шахматную партию, и ты просто, вот ты, как бы так, принесите это, и просто разруливаешь, как бы имея в голове четкий, ну, у меня все что происходит, я всегда имею в голове четкий план, я вижу весь монтаж, я знаю, где будем монтировать, и я понимаю, как сценарий уже, как бы, я когда читаю сценарий, я уже полностью вижу сцены, очень, ну, как бы, когда приходишь на площадку, в объект, да, понятно, что меняется, потому что от объекта зависит, написано одно, в объекте этого вообще нет, понятно, что ищешь объект под сценарий, но очень часто, не получается такого найти, потому что объекты составляют по смене, то есть смена привязана к объекту, и в этих объектах, сейчас у нас было 30 объектов на 7 смен, то есть у нас были переезды, постоянно в смене, мы должны были найти рядом объекты, они не очень подходили под сценарий, и мне пришлось просто перепридумывать на площадке уже сценарий, чтобы вписать эти объекты, как они написаны, чтобы оставить г, ну как бы, чтобы оставить сюжетную линию и важные моменты, написанные в сценарии, которые должны работать 300%, все это пытаться оставить уже в новых объектах, которые не очень подходят, а как бы, ну, в идеале, конечно, нужно находить объекты под сценарий, то есть когда ты даешь задание локейшн менеджеру, например, ты говоришь, ребят, у нас там, они лезут в окно, в окне мы должны видеть вот это, потом мы через окно должны влететь к камере, пройти по, там, с героиней к двери, она открывает дверь, соответственно, человек должен, сразу мы должны, длинный коридор, который выходит сразу в холл, никаких вот таких вот, ну, в общем, понимаешь, да, Слушай, мне кажется, что это косяк сценариста, сценарист должен представлять объект, он не у кого будет представлять объект, но сценарист должен, когда ты объект расписываешь, меня, например, вот когда мы в Твинде работали, меня просто вызывали на площадку, да, и я показывал, где как должен объект быть устроен, там, и так далее, Нет, я это сама могу показать, просто фишка в том, что я тебе говорю, но очень часто невозможно такой объект найти, который сценарий написан, у них там на прострел, ну, и такое тоже бывало, из спальни видно прихожую, понимаешь, а мы не можем найти такое расположение в квартире, я сейчас образно тебе говорю, просто как пример, вот, или там какие-то вещи, которые представляются в голове, в реальности, то есть, например, те же диалоги, или игра слов, которая в тексте, когда ты читаешь диалог, она работает, уж это литература, когда это начинают говорить актеры, это вообще не работает, потому что там вообще другие факторы работают, там работает какая-то харизма, дикция, там все, как бы в кадре, что происходит, и эта игра слов, она бессмысленная становится иногда, она не работает, потому что это звучание, а это чтение, ты видишь, когда ты читаешь... читку делают сценария для этого, чтобы услышать, чтобы было смешно или не смешно. Ну, как бы не всегда, как ты понимаешь, можно это сделать. Это же все, не совсем все прям по правилам происходит, когда происходят экстремальные вещи, вот, поэтому вот, или там, например, сценаристы видят, как бы достаточно какие-то, либо, например, более сложные вещи, либо, например, гораздо более простые вещи, и вот у нас сейчас были авторы, которые вообще не понимают производства, не понимают съемочного процесса, они просто сидели, у них просто мозг взрывался, они вообще не понимали, что происходит, они ко мне подходят, такие, Рада, а давай ты нам перед каждой сценой будешь рассказывать, как ты будешь снимать, я говорю, не, ребята, извините, мы написали, до свидания, все, я говорю, суть останется, потому что, ну, Диалоги останутся. Да, ну, то есть суть и диалоги, как бы по максимуму, как бы останутся, но действие, например, может поменяться, может быть, там куча вообще приемов операторских, диалог, который они писали, думали, что люди сидят вот так за столом разговаривают, он вообще может быть на крыше, на дальнем плане, с нижней точки, понимаешь, но это будет работать на идею, потому что это киновизуальный эффект, вот, и работает, ну, как бы символично работает на идею, сейчас опять же как пример привела, вот, то есть это все такие моменты, конечно, важно то, что, ну, не все режиссеры как бы адекватно могут снять адекватно сценарий, да, то есть это зависит от таланта, от опыта, от подготовки, от видения, да, иногда режиссер может убить всю идею, а иногда, наоборот, он может так ее подать, что, может, она написана и попроще, или как-то по-другому, но он сделал свое, и это очень круто получилось, это прям лотерея, ну, ну, да, я все вспоминаю, как я в захватчиках хотел Митю сжечь в Хаммере, и как Женя Гинделис у меня эту сцену раз за разом вычеркивал, и я такой, типа, никак не мог понять, а почему сцена-то классная, и потом у Юли спрашиваю, Юля, а почему Женя у меня выкидывает эту сцену, и она мне говорит, Саша говорит, ты знаешь, сколько у нас бюджет серии, я говорю, не знаю, она говорит, типа там, я не помню сейчас, типа 80 тысяч долларов, а ты знаешь, сколько стоит Хаммер, я говорю, не знаю, она говорит, 80 тысяч долларов, ты написал сцену стоимостью бюджет серии, правильно сделали прописано прописано авария следующий кадр машины стоят в них дымок идет все есть ли история которую вы давно хотите снять какие истории вам больше нравится режиссировать у меня написано сценарий просто про женщин трех женщин там такая притча за три года я не могу найти продюсера сценарий лежит у одного продюсера как я найду деньги но пока не нашел там альтернативная история про женщин нестандартная так вот это не вопрос от такой комментарий все неоднозначно сейчас куча девушек занимаются личностным ростом хобби бизнесом искусством потом после 35 лет начинают осаждать женские консультации врачей на тему ой как теперь рожать но мне кажется есть в этом резон но все бывает в этой жизни да 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 так ребят вот ссылку на страницу рады татьяна в чат положила так что я там больше появляюсь просто фейсбук превратился в какое-то адовое поле битвы да это так мне не интересно там существовать татьяна найдите пожалуйста страницу рады в инстаграме и положите в чат так приходила ли вам мысль снять сценарий по пути героиню по пути героини сценарий по пути героини да мне кажется если мне кажется ты всю жизнь снимаешь по пути героини кстати у нас линия линия чаруши в этом самом да в захватчиках собственно и был путь героиня вы тогда и слове это таких не знали правда думали что вообще думали что у нас там главный герой шатун который потом с ума сошел там была девочка но я я понимала глобально то есть опять же ты читаешь слова ты читаешь текст и понимаешь фабулу сюжет и но при этом ты понимаешь о чем ты снимаешь ты снимаешь о том как невинная девочка становится смерть до ангелом месте демон месте ангел смерти вот ты снимаешь об этом соответственно у тебя героиня должна процессе проекта меняться даже взгляд должен меняться то есть эта работа режиссера с актером эта работа над образом то есть она в конце у нас опять же стала носить только черное ну то есть это все отражается в кадре как за ну это нужно продумать все и делать именно то есть это это как очень многие режиссеры им кажется что все считывают что я в голове и они не это не делают это слух и или не делают это в кадре всем кажется что ну как бы это понятно вот на самом деле все нужно делать в кадре все нужно всем объяснять нужно всем постоянно напоминает у меня давно на проекте коп да там были моменты когда там вот чисто визуал да то есть у меня там каждая серия она была определенного цвета и и например там я говорю мы не будем использоваться ярко-зеленый и когда художник прибегал там что-то зеленое игры мы не используем зеленый каждый раз ну там это как деталь как зарисовка просто да или там то что у нас там какая-то какая-то деталь нужно все время появляться в кадре потому что потом нам в последней серии мы поймем что она обозначала ну как в тюрпиксе этот кулон там и так далее безумно нравится они меня будоражат такие вот игры слушай а вот ты же много достаточно ситкомов снимала да и вот мне интересно вот этот переход от такого жесткого достаточно боевика к ситкому как это получилось это было осознанным каким-то решением или или просто позвонили и дали заказ вот как это происходило ну это произошло к сожалению как раз вот после того как не запустили второй сезон захватчиков которые очень хотели все жары трагичная история я очень жалею для меня очень потому что это было бы прям как будто меня накрыли каким-то какой-то крышкой после искать из-под которой я не могла выбраться два года потому что меня не было работы меня срывались все проекты замораживались мне не платили деньги меня кидали на деньги два года я просто жила в каком-то страшном сне именно в профессии потому что я не я не могла найти работу я просто ушла в какой-то жуткий минус у меня была жуткая депрессия потому что я понимал что ну наверное никому не нужна наверное хреновый режиссер вообще вот и потом я вообще ушла то есть я не могла найти работу настолько что я опять ушла на передачи и снимала кида ужаснейшие передачи и чуть не плакал там каждый день и в итоге мне просто позвонил мой знакомый из гика который сказал слушай нам на интернет нужен режиссер типа ты можешь выйти типа послезавтра я помню это состояние солдат и я короче вышла и все произошла перемена в жизни потому что я как бы вернулась скажем в хорошем смысле в профессию я там проработала два года с ним а там почти 100 серий и дальше не просто стали предлагать только комедии и я как бы начала объяснять что теперь ребят я не только комедийный режиссер я могу снимать разные вещи но все за мной уже закрепилась девушка с интернов все и в общем как бы вот между стс и тнт существовало где-то года четыре потом я сказала стоп агент у меня уже появился агенты я говорю нет все я хочу снимать драмы я хочу триллеры детективы снимать мне все это интересно продолжала предлагает всякие комедии потому что ну деньги как бы я говорю не дурья хочу переломить эту хрень и в итоге от меня позвала компания среда я стала вот там снимать этом сняла два детективных таких сериала вот потом там запустились еще на два детективных сериала но заморозили потому что санкции под санкции какой-то олигарх который инвестор который довольно эти сериалы деньги вот и потом я ушла вот на рекламу и потом появилась каренина когда я вообще у меня произошла перемена а вот пишут хороший вопрос вы говорили о морально устаревших российских сериалах а вы сама соглашаетесь снимать такое да и что типа деньги не пахнут я работаю на публику который это нравится то есть мне пишут огромное количество зрителей благодарят и говорят боже мой какой замечательный светлый добрый комедийный сериал который вы снимаете данном случае сейчас там девушки с макаром зрителю безумно нравится и они пишут благодарственные письма я считаю что это хорошо потому что когда начались события в феврале мне начали писать люди спасибо вам за мака за девушек с макаровым это единственное чем мы спасаемся мы пересматриваем до 10 раз серии вот я считаю что это благое дело я для себя решила что я буду делать авторское кино я сейчас пытаюсь к этому прийти опять потому что понятно что это вообще никому не интересно никто вкладываться не хочет искать деньги нужно бесконечно и так далее и сейчас вот у меня там три короткометражных фильмы которые у меня в планах стоят что я параллельно буду это снимать вот и ну то есть это такое разделение то есть здесь как бы деньги а здесь как бы личное авторское и так далее рада огромное тебе спасибо очень рад с тобой был пообщаться а вообще ничего искала про сценарий думал что мы будем меня просто юра клавдия сегодня так как-то с утра выключил и сделаем так смотри давай может быть ребята подготовят конкретные вопросы по сценариям и мы с тобой на неделе сделаем еще один эфир потому что ты знаешь я я доволен что мы с тобой поговорили мне кажется что важные темы мы с тобой обсудили и те темы которые на самом деле никто никогда не обсуждает в конце концов ты знаешь о сценарии до а трех актах от четырех актах и о пути героини да мы это можем и не это ты сам все даешь ребятам зачем мне это говорите лари только о том как сценарий потом на площадке превращается какие главные ошибки сценаристы делают и так далее может и подсоберешь просто вопросы и например мы сделаем конкретно уже целенаправленный эфир я буду на эти вопросы прям четко отвечать мне важно мне важно просто чтобы ты проговорила вот те вещи которые ты проговорила до чтобы немножечко люди как бы поняли поняли как это все устроено на самом деле да чтобы не было некого такого абстрактного такого представления да пишите хорошо не пишите плохо понимали что это это я тоже все могу сказать это реальный мир добро пожаловать реальный мир все я тебя обнимаю спасибо пока пока рад тебя очень видеть ребят пишите пишите в комментариях пишите люди люди тоже пишут в комментариях благодарят говорят очень хороший интересный гость да очень созвучно то что ты рассказываешь это маленький процент того что я могу сказать хорошо